так ребят всем привет с вами император прайм и сегодня я как бы вот добываю орлы ребят но знаете что мне еще в голову пришло мне еще пришло в голову так как я в принципе в пве вот не играю режим этот да но на объекта 640 выполняю всякие миссии то в пве то в столкновении то в пвп ну кажется быстрее всего мне кажется выполняется в пве ну как бы чуть поменьше времени но тем не менее пришла одна такая очень интересная идея идея связанная с тем как принципе игроки играют в пве и вот решил заснять как пример один из таких видосов в которых хочу показать что многие игроки из пвп и все стоят в кусту короче вот у них мода просто стоять в кусту что с картошки что в пве то есть они привыкли стоят где-то где-то далеко где-то там вот он видите как барбариска там терминатор то есть они стоят короче где-то вот там на краю географии и жду что типа я светляк там посвечу и они там типа накидают домашку типа халявные да но не тут то было короче ребят я на сфинксе то есть 2000 всего лишь хп я просто еду и разрываем в хлам то есть смотрите насколько активничают то есть прошло вообще-то мозг и полторы минуты боя мне 9000 дамага смотрим 9000 что смог терминатор терминатор принципе ничего не смог 0 дамага леопард 1000 2 на 15 один раз и я можно сказать разрешил выстрелить втором ну то есть каким способом оставил оставил домашку ну вот 689 дамага у меня уже осталось то есть я уже принц пешотный все мне уже как бы кранты но дальше двигается то есть видите он терминатор уже едет красава отстоял я уже поехал дальше короче там работа тут стрелять и все остальное может у а ребята там у нас ребята красавцы просто они там стоят думают что жизнь типа удалось но хочу показать что надо активничать надо добить это боты надо знать свою броню понимать как можно достать и занять какую-то позицию вот здесь на сфинксе я стал в эту позицию потому что у меня первых я шотный во вторых я знаю что будут справа ехать и слева ехать враги поэтому потом надо как-то отстреливать но тем не менее леопард мозг хоть уже делает ошибку он подставляет себе задницу подставляет красиво почему потому что сейчас слева выйдут еще и будут через железную дорогу перекатываться ну то есть как бы делает себе такой вот опасный опасный момент короче ребят делает что у нас дальше происходит ну ждем врагов а что тут еще остается ждем а их а их короче скорее всего и не будет а знаете почему а все очень просто потому что я вот смотрю время 47 секунд вроде а база то есть как было так и осталось то есть люди настолько и ленивы в пве что даже не едут не проверяют врагов то есть я поехал и ищу и ищу танк потому что где-то он должен быть не сбилась видите за ну то есть нету нету отчета нового новой контрольной точки и им главное просто заяк позиции и тут благодаря засвету я засветил топового бота кустодрота который стоит где-то там просто вдали вдали но тем не менее мне страшно ехать потому что все таки я как бы сказать на выстрел 689 хп не так уж и круто ну и что ли делаю я подкрадаюсь аккуратненько опа выбирая зеленую зону как стал чтобы и понимаю что он едет на меня и я петля и и тут слава богу санек терминатор приехал термирить и я пытаюсь максимально прикрывать то есть прикрывать впритык вы понимаете что прикрывать впритык от действую при этом 11 500 дамага опять же у топового т-90 мс 4 500 только смог нанести едем дальше при этом ребят что у меня как бы ну нету брони сами понимали из цены плюс до пушка птуры это это и свет ну а что толку свет засвета не будет ничего но хочу показать насколько действует то есть смотрите пока летит кто вот такие ситуации меня уже авто пушка работает то есть я работаю максимально то чтобы быть в по опыту и по дамагу в топе потому что вы сами понимаете что такой по дамагу по опыту быть топе вам начисляет за это орлы ну точнее если быть то за опыт но для опыта вы ничего не делаете и как вы можете там насобирать на 640 если вы для этого ничего делать и смотрите пока автопушка мне уже 2 тура летит пока там 2 птура автопушка автопушка 2 птура автопушка до тура смотрите хоп-хоп-хоп смотрю работаю забрал фраг едет еще один коп тут уже полетел еще один полетел. Мне всё равно. Я просто-просто с сумасшедшей скоростью расстреливаю врагов. При этом люди пока крутят корпусом и думают, куда им выстрелить. Я уже просто всех разрываю. Просто разрываю и всё. 192 хп. Ребят, 192 хп. То есть шотный. Один раз попали, оставили мне 192 хп. Это просто круто. Вот. 22 тысячи дамагов. 192. Шотный. Ну всё, уже труп практически. Но не забываю, что я всё-таки ввожу. Мне не жалко 25 тысяч несчастных. И я ввожу, чтобы можно было возродиться. То есть ремку пвешную эту. Мне эти 25 тысяч вообще ни о чём. Вот. Поэтому продвигаюсь дальше. Восстанавливаю хп. При этом с помощью первого своего хп я набил 25 тысяч. 8 фрагов. Довольно неплохо подсветил. И еду дальше. То есть, что у нас получилось? 3 700, 3 600, 8 600 на АМС и 4 400. Ну, как бы, если честно, можно сказать, можно даже и самому повоевать. И если горят там насчёт того, что я слышал, что в самом принципе невозможно пройти в пве, я вам скажу, на тесте я делал фишку. На тесте заходишь, там вообще, в принципе, никого нет. У тебя закидывают самого. Ну вот, на тестовом сервере закидывают самого, и ты там можешь играть. Я практически там проходил сам. Вот, последняя база, там уже всех убивал, короче. Ну, скажу вам, есть карты, на которых невозможно пройти. За одного простого. Их очень много, и у вас не хватает просто снарядов, ребят. Тут я увернулся, повезло мне. То есть, вы не... А на некоторых можно пройти. Но, я хочу показать, что уже 10 фрагов, 30 тысяч дамага. И занял позицию сверху, потому что их здесь очень видно. И прикрываю. Максимально прикрываю. Работаю бесконечно. У меня уже скоро прям дуло будет гореть. Смотрите. Птур, пушка, птур, пушка, птур, пушка, птур, пушка. При этом я их и свечу, и работаю. Работаю вот этому офицеру серьезному. Опять птур, опять птур, опять пушка. То есть, надо очень быстро, очень действовать. Что самое главное, я хочу в этом видео пока что. Надо действовать. А ну, ребят, действовать, а не стоять просто как бы. Ездить. Примерно вначале я получил шотный, но я ездил, я светил, я поехал на все танки. Т-15, ОБТ, без разницы мне было. Здесь, да, здесь враги уже, короче, стоят в центре. Тут можно, в принципе, стоять. Занял позиционку сверху. И, в принципе, трамбую. Ну, даже трамбовать надо уметь. Уметь. Если, говорю, фишка такая, если умеете стоять, то надо стоять, знать как. Особенно это касается и тэшников. Если вы стоите, то надо знать, как стоять и прикрывать. При этом у меня 40 тысяч дамага. Я дальше работаю, работаю. Ребята, вон, смотрите, они просто не успевают. Т-90 МС, десятку, 11 дели там набросал. Там он, он дэмэдж идет. Смотрите. Ну, что Москве рассказать. Работаем, работаем. 13 фрагов, и мы работаем. Вот такой вот. Вот так вот, я считаю, в ПВЕ надо. Играть пускай не каждый бой. Ну, двадцатку, я думаю, в принципе, можно. Там от 15 до... В основном, от 15 до 30. Я бы сказал, что у меня рекорд в столкновении 38, что-то там с копейками, почти 39, или 38-39 тысяч дамага в столкновении. Я не знаю, никто ли побил, не побил этот рекорд, но в том году был это рекорд. У меня видео в плейлистах, вы можете на канале посмотреть. И, насколько я знаю, в ПВЕ, по-моему, я даже с этим, вот как примером, поставил рекорд в ПВП. В ПВЕ, точнее, прошу прощения, в ПВЕ. По-моему, больше я не знаю, кто там набивал и где-то можно ли это отсмотреть. Но, тем не менее, сколько там было? 52 тысячи дамага с колоссальной скоростью, не останавливаясь практически в стрельбе автопушка в Туры. Хотел еще раз показать, не сколько там как бы нагиб скилл, там эпик, все дела, а именно, именно ПВЕшников. Все касается к ПВЕшников, потому что они приходят в ПВП, вот, и, блин, стоят. Ну, поверьте, не надо стоять. Каждый танк должен выполнять свою функцию. АБТ продавливать направление. АБТ вам не должны светить. Вы должны светить, если вы светляк. ИТ, это единственный класс техники, который должен стоять. Он, да, он медленно поворачивается, он вообще. Им барабаны даны. Это танки, которые должны прикрывать. Все. Светляки, ББМ, должны светить. АБТ продавливать направление, но ни в коем случае АБТ вам должны светить. Я лично вообще, вот покажу, у меня на АБТ, смотрите, у меня нет оптики вообще. То есть, обзор, если его продемонстрировать, обзор, у меня получается обзор, где ты там, обзорчик, дружище, обзор, 440 метров, все, что я вам посвечу с 440 метров. Не надейтесь на то, что я буду светить и все остальное. Вы должны, если вы играете на этом, вы должны понимать, нахрена этот танк нужен. Так само еще раз повторяю. Есть такой, был случай у меня в бою, когда ПЛ как говорит, типа, светите, придурки, светите. В смысле светите, дружище, алло, проснись. В смысле проснись, светите, ты че, а? У тебя 523 обзора, стандартные, дружище. И еще плюс, короче, стоит улучшенная оптика, 35 метров, и адаптивная оптика, 70 метров, когда ты останавливаешься. Ты че? Да ты топ светляк. Кому ты говоришь светить? Вы изучите сначала технику, поймите, как что она действует, а потом уже пишите в чате и светите. Да ты сам охренительный просто светляк. Поэтому, что у нас тут, ну, по результатам, не знаю, я перезагрузил, да, компьютер у меня там с мышкой были, перезагрузил, результата боя сейчас нет, но, тем не менее, ребят, вот, в истории, мне кажется, я могу 99% заверить, что, походу, это рекорд в ПВЕ, вот, скажем так. Ну, на этом все, ребят, я думаю, как-то донес информацию ПВЕшникам, думаю, было полезно. С вами был Император Прайм, добры будет с вами Сила Прайма, всем удачи на полях саратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова